Ватикан поделился с миром всего несколькими секундами видеозаписи встречи Папы Франциско с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Это вторая встреча Папы и президента, первая с тех пор, как Альберто Фернандес одобрил закон, разрешающий аборты в Аргентине. Обычно Папа Франциск не принимает лидеров стран по праздникам в Ватикане, но сегодня он сделал исключение, проявив сердечность. Встреча длилась около 25 минут. В память об этом визите Папа подарил президенту эту мозаику с изображением Адама и Евы, заботящихся о земле и о природе. Среди подарков, которые президент преподнес Папе, была медаль в честь годовщины фолклендской войны. Это была очень приятная встреча. Я давно не видел Папу, поэтому мне было приятно снова встретиться с ним. Мы говорили обо всем, обсуждали проблемы, с которыми сталкивается Аргентина, и, как всегда, он был готов помочь нам. Фернандес также встретился с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Парулином. Они обменялись идеями о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, экономическом кризисе и глобальной борьбе с бедностью. Специальный посол США по вопросам климата Джон Керри встретился с Папой Франциском в Ватикане, чтобы обсудить изменения климата. Папа сказал ему, что намерен принять участие в конференции по климату, которая состоится в Глазго в ноябре этого года. Джон Керри считает, что Святейший Отец является одним из самых влиятельных голосов на планете перед лицом климатического кризиса. Во время своего визита он поблагодарил его за заботу об окружающей среде. Он также выразил надежду, что Папа поможет правительствам добиваться более амбициозных целей в борьбе с изменением климата. В качестве подарка Керри приподнес Папе копию своей биографии. Взамен Святейший Отец подарил ему скульптуру под названием «Посланник мира». Субтитры создавал DimaTorzok